Привет, мои хорошие! С вами Светлана и Ольга. И сегодняшнее наше видео посвящено святочным гаданиям. Итак, начнем с предыстории, что святки это у нас период с 6 января с ночи с 6 на 7 по 19. Даже на Древней Руси девчонки, женщины, девушки и мужчины в том числе гадали именно в этот период, потому что считалось, что духи умерших ходят по земле именно в этот период. Старый год еще не закончился и новый не начался. И было такое даже поверье, что Бог в этот период, в эти две недели открывал врата ада для того, чтобы даже грешники смогли отпраздновать святые эти праздники. Итак, начинаем. А начинать мы с вами будем с того, что будем очищать свое лицо и наносить золотую маску от Эйвен. Заодно ее и протестируем от Энью, чтобы на всякий случай духи умерших и злые духи, которые ходят сейчас по земле, ну может быть в какой-то момент испугались нас, да, и в нашем доме не осталось ничего негативного. Поехали. Итак, мы очистили свое лицо. У меня же бьюти-канал, да, поэтому гадания у нас тоже будут бьюти. Спонсором сегодняшнего гадания является гель-скатка Айсиул. И сейчас мы будем наносить на лицо вот эту вот золотую масочку, дабы изгнать духов плохих из нашего дома. И гадание прошло наиболее успешно. Поехали. Готово. Мы прекрасны и готовы встретить своего суженного ряженого в гаданиях. Да простит меня супруг. Итак, девчонки, еще забыли. Нам нужно снять все, что имеет замок, пояса, ремни, сережки, цепочки, кольца. Сняла? Снимай. Браслеты, кольцо обручальное тоже. В общем, ничего не должно вас сковывать, ничего не должно мешать. Волосы мы тоже распускаем, они у нас распущены. Мы такие красивые. Начинаем гадать. Гадание должно проводиться в умной тишине. По-хорошему, в тишине. Нам понадобится тарелка блюдца. Первое гадание, да, плоская вот такая. На ней мы будем жечь бумагу. Лист бумаги должен быть чистым. Мы его сомнем. Сейчас подожжем. Поджигать бумагу будем от свечи и смотреть на тень в темноте. Сминаем бумагу в руках. И поджигаем ее в руках тоже от свечи. Мы уже подготовили свечку. Кладем на тарелку. Так, она разгорается у нас. Разгорелась. Кладем на тарелку, выключаем свет и ждем, пока она прогорит. И будем смотреть на тень. Сейчас мы будем смотреть на тень. Что ты там видишь? Оля! Свечка падает. Ай, горячо. Ладно, пусть так. Пусть пока так. Что ты видишь на тени? Я вижу. Какашку? Мама, я вижу. Ее надо обязательно крутить и смотреть. Я вижу какую-то крепость. Я тоже. Ну, типа как горы. Да. Ее надо крутить и смотреть, что у тебя получилось. Крепость, горы, да? Да. Мне кажется, на возвышенности какая-то крепость. Короче, у тебя в этом году будет твой дом, твоя крепость. Нет, ну, наверное, поездка будет на Йохо или еще куда-то. Позданешься там жить. Нет, мне кажется, поездка все-таки у нас. Посмотри, вот так вот. Ну, вот какой-то, да, вот что-то. И лес вроде, и стены. Да. Класс. Да. Сейчас я буду. Да. Так, теперь моя тарелочка. И что у меня там? Ой. Что это? Птица. Где ты птицу видишь? Это гора. Блин, мне неудобно. Ой, это птенчик. Ну, говорю. Птенчик вылупится из гнезда. Какая прелесть. Ой. Ой. Я не могу крутить, Оль. Мне неудобно. А это что? Это какашка. Наши себе какашка. Что это? Это какое-то дерево. Как будто спилили. Ой, какой милый. Я на камеру смотрю. Я сейчас вылуплю. Девчонки, вы понимаете, что это? Где птенчик вылупил? Вот он, птенчик. Вылупился уже. Уточка. Вот она. Да? Да. Разваливается, правда. Хвост у нее отвалился. Потому что он... Ну, у каждого своя фантазия же. Или пень. Да? Или пень. Да, пень. Красота. Второе гадание. Давай, Оля. Наливаем в тарелку холодную воду и капаем туда воск. Надо, чтобы накопилось. Накопилось? Угу. Нет, ну ты... Не знаю, она там много не накопится. Все равно, наверное, накопится. Накопится, да? Накопится, да? Угу. Сейчас свечка чуть-чуть растопится и будем выливать его в воду и смотреть, что за фигурка у нас получится. Так, я выливаю первое. Вроде здесь накопилось. Ну, надо вместе. Я капаю хоть в одно место, нет? Без разницы. Сейчас посмотрим, что получилось. Так, вот такая фигурка у меня получилась. Ай, блин, она горячая еще. Что это, товарищи? Ох, уже как черепаха. И черепаха вроде, и вроде как и птица тоже. Уже вот петух. Какой-то или этот, как ее? Забыла, как птица называется. Нет, ну не зайчик точно. Нет, похоже на белку. Ну, смотри, на белку. А вот белка стоит, а вот он хвост. Вот он хвост. Знаете, на что похоже? На облака, если вот так вот смотреть. Ну, на облака, тогда ну-ка, с другой стороны. Если посмотреть. Ну, в общем, вот так вот. Нет. Так, у тебя накопилось, думаешь? Будем капать уже? Я думаю, нет. Нет, еще теперь твоя очередь. Я уже что-то вижу. Хоре? Что-то уже вырисовалось. Что это? Голова какая-то. И похоже на какого... Старца. Смотрите, смотрите. Вот сейчас я достану. Смотрите, вот это нос. Вот это... Это какое-то... Носы. А вот это... Ну... Горло. Ну-ка, дай посмотрите. Похоже, да? Похоже? Правильно я сказал? Похоже? Что это? Похоже, мама. Я даже не пойму. Я пойму, мама. На... Мама. На дракона похож. Нет, вот так вот переверните. Смотрите, смотрите, нос. Следующее наше гадание, третье, будет связано с котом. Его нужно будет поставить на порог комнаты и загадать желание. Если он порог комнаты перешагнет левой ногой, то нос будет. Если правый, то будет препятствие на вашем пути к исполнению этого желания. И котика мы ставим за порог, да, и начинаем звать его поедем. Максик, Максик, Максик. Какая нога? Правая! Препятствия будут у меня. Максик. Сейчас подтолкну. Иди ко мне, иди ко мне, скорей. Засранец. Зови. левый у тебя все будет за чипись отходи зови отходят хоть дальше отходи и у тебя сбудется левой ножкой какой кто видел но маску пора отдирать а потом у нас будет четвертое гадание самое страшное то что маска хорошо снимается кстати безболезненно вообще да вообще безболезненно прямо вот даже в один мах ух красотки все желания сбудутся в новом году ну кстати девчонки эффект от маски я не вижу никакой я перед этим делала пилинг да буду конечно тестить дальше но на моем лице абсолютно никакого эффекта я гораздо больше эффект вижу после маски planet спас черный край здесь как-то вот ну не знаю девочки что было что не гадание девчонки очень страшно кстати не помню угадала я так когда-то или нет все нам для этого понадобится два зеркала мы будем делать коридоры зеркал и всматриваться в этот коридор чтобы увидеть свою буду бокам вот зеркал должны стоять свечки смотрите какой у меня коридор получается там прям тьма кромешная такая до настраивать зеркала главное правильно тут кстати зеркала faberlic подходит как нельзя лучше естественно и вот второй у нас такое круглое зеркало да двусторонний вот такой получается коридор тушите свет ольгу вот так ну и будем сидеть и смотреть до посинения воля очень сосредоточенно смотрит в коридоры зеркал у меня не хватило терпения ну в общем мы не дождались результата возле зеркал потому что мне кажется нужно сидеть до тех пор пока у тебя галлюцинации реально не появится занятие жутко муторное но в целом надеюсь вам наше видео понравилось если так обязательно ставьте лайк пишите в комментариях какие святочные гадания вы практикуете может быть знаете какие-то интересные гадания но я с вами прощаюсь до следующих видео всем пока пока